Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Сколько за прошедший месяц в России было инициировано заседание в Среде Безопасности по Украине? И было ли хоть одно заседание по украинской тематике, которое не сопровождало бы процессуальные разборки? И вот озабоченности России по поставкам западного оружия на Украину, они каким-то образом хоть были услышаны? Мы провели два заседания. Одно заседание традиционно запросили западные страны. Они пытаются оставлять на плаву гуманитарную ситуацию на Украине. Мы знаем о том, что каждый месяц они пытаются к ней привлечь внимание. Мы все время им указываем на то, что при этом мы с их стороны не видим такой же интенсивности запросов заседаний по газе, где ситуации гораздо более серьезны. И все время их призываем посмотреть, так сказать, даже имеющиеся в интернете информацию о том, как живут украинские города и что осталось в газе после израильских акций, чтобы оценить степень необходимости вовлечения Совбеза в обсуждение того или иного сюжета. Для нас она очевидна. Конечно же, газу нужно обсуждать гораздо больше. И рычаги, и механизмы у Совбеза для этого есть. Второе заседание мы проводим тоже традиционно в ответ на заседание западное, потому что мы видим, что в ходе тех заседаний, которые запрашивают западники, украинская тематика освещается очень выборочно и тенденциозно. Мы считаем, что такой важный аспект, как поставки, продолжающаяся накачка оружием киевского режима, он играет ключевую роль для перспектив урегулирования украинского кризиса, и он заслуживает обсуждения. Поэтому мы приглашаем соответствующих докладчиков, которые эту тему могут осветить со своего угла. И тогда западникам не удается избежать вот этого неудобного разговора и хоть как-то в своих выступлениях по этой теме что-то нам отвечать. По поводу процессуальных разборок, тут главная интрига вокруг нашего председательства, с точки зрения многих здесь в ООН, была именно в том, как будет выглядеть украинская тематика. Почему-то многие считают, что Россия не заинтересована в том, чтобы обсуждать украинскую тему. Мы много раз доказывали, что наоборот, мы готовы ее обсуждать сколько раз. Сколько раз нужно, столько и готовы. Я помню ситуацию, когда у нас за месяц было 5-6 заседаний по Украине, и половину из них собирали мы. Мы никогда не отказывались от диалога, в отличие от западных стран. И как бы вот наше председательство, это был большой вызов, в первую очередь, для представителей киевского режима в Нью-Йорке, в силу его известного подхода, который, в общем-то, разделяет только ООН о том, что России, так сказать, не место в Совете безопасности, он постоянно на это все пытается обратить внимание в своих выступлениях, в такой немножко цирковой провокационной манере. И следствием это является то, что для того, чтобы запроситься на наше заседание по Украине, на западное заседание по Украине, ему нужно было по правилам Совета безопасности направить нам официальное письмо. В этом официальном письме он должен был обратиться к Василию Алексеевичу Небензи как к председателю Совета безопасности. Раз он к нему обращается, значит, фактически он наступает, так сказать, на горло своей песни, которая всем уже надоела, о том, что Россия не место в Совете безопасности. Вот все думали, как же он будет выкручиваться из этой ситуации. Но выкрутился, надо сказать, так себе, потому что в итоге за него пришлось попросить американцам в том, что касается западного заседания, потому что письмо он так и не стал нам писать. Поступило некое письмо безадресное из серии «На деревню к дедушке». Вот мы хотим поучаствовать, примите нас в качестве участников. Адресованное непонятно кому, Совету безопасности, в общем, с нарушением всех процедур. Мы резонно сказали, что такое письмо мы принимать не будем. Напишет человеческое нормальное письмо, пожалуйста, мы будем рады. И не напишет, ну что же делать. Значит, не было обращения. В конце концов, речь идет не о российском председательстве, а речь идет об авторитете всего Совета безопасности. И все обязаны это понимать, что мы представляем в данном случае совбест, когда мы сидим во главе его заседания. Ну вот в итоге была найдена, это не очень удачная для Украины, как мне кажется, даже с имиджевой точки зрения, развязка, когда вынуждены были попросить американцы, чтобы Украину допустили. И такая форма есть, предусмотрена правилами Совбеза, но она практически никогда не используется. Я вот за свои годы здесь не помню ни разу, чтобы она использовалась. Что лишний раз подчеркнуло, что каких-либо самостоятельных решений Украина уже принимать давно не может без Соединенных Штатов, даже в такой ерунде, как присутствие на заседании Совбеза. Вот что добились, собственно, украинцы своим очень странным маневром. А когда мы проводили свое заседание, в которых обычно украинцы тоже участвуют, не всегда на уровне постпреда, они, конечно, показывают всем, что эта тема якобы не важна, что они, так сказать, просто делают какой-то жест для всех, что они там участвуют, но тем не менее они участвуют. Запроситься они на него также не могли по той же причине, которую я упомянул, но тем не менее мы им решили здесь помочь, поскольку Украина, безусловно, заинтересованная сторона в этих обсуждениях. Мы предложили членам Совбеза пригласить Украину на заседание от имени Совета безопасности. Такая форма существует. Но, опять-таки, к нашему удивлению, против этого высказались англичане, которых поддержали некоторые ближайшие их союзники. Мы так и не поняли логику британскую, почему Украине не нужно участвовать в этом заседании. Но можно сказать так, что, типа, Украина не захотела, и мы не можем ее заставлять. Но очень странно, что Украина не хочет участвовать в заседаниях, которые касаются ее судьбы. Опять-таки, это лишний раз показывает, так сказать, и качество украинской дипломатии, ну и степень независимости от того, что сейчас называется пока еще Украиной. Вот. Поэтому украинская тематика обсуждалась. Обсуждалась она, естественно, и в кулуарах, и так или иначе, конечно же, украинская тема в ООН присутствует. Но, конечно, интерес к ней существенно снижается, и повышается запрос на мир со стороны развивающихся государств. И он был слышен и в ходе обоих заседаний, которые я упомянул. Поэтому это не совсем та тональность, которую видит в себе киевский режим для обсуждения украинской тематики в ООН. Но, тем не менее, сделать здесь ничего они не могут. И здесь вот свое как бы дипломатическое контрнаступление Украина давно уже проиграла. Дмитрий Алексеевич, вот в контексте поставок западного оружия на Украину, зачитаю вопрос, который мы получили от издания «Союзники». По данным американских СМИ, США согласились оснастить отправляемые на Украину F-16 ракетами и другим современным оружием. Ранее вопрос о боевом оснащении истребителей для Украины оставался нерешенным. Планируется ли в этой связи в ближайшее время в Совете Безопасности инициировать заседание по этому поводу? Вот Россия будет выступать с такой инициативой? Я думаю, что да, мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что здесь информация поступает и уточняется каждый день, и к нему надо тоже хорошо подготовиться. Плюс мы традиционно отвечаем на запрос заседания по Украине западными странами, но сюрпризов здесь, я думаю, не будет. Они запросят заседание, и мы на него ответим, и обязательно мы эту тему поднимем.